Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня совместное видео с очень интересным бьюти-блогером, которую зовут Катя Бьюти Блог. На своем канале она рассказывает о всяких модных штучках, о косметике, об уходе за собой. Заходите, посмотрите, может быть найдете для себя что-то интересное и полезное. Ссылочку на ее канал я оставлю внизу, а сейчас приступим к приложению для айфон. Я расскажу про свой айфон, она расскажет про свой айфон. Начнем. Итак, вот такой вот у меня айфончик, пятый, он мне больше так удобен тем, чтобы держать. Вот такой вот чехольчик интересный у меня подарила мне девочка одна. Уношу его сейчас. Вот, сейчас покажу вам свои приложения. Что значит с приложениями? В главном сразу у меня меню, в принципе нет никаких приложений, хэппстор, все это знают, здоровье. Что это такое? Это я когда-то ходила, ну в общем не буду заострить, это шаги там я измеряла, да? Я на самых которых пользуюсь постоянно. Значит, инстаграм, ватсап. Так, здесь больше ничего нет интересного. Далее. Это у нас шизам, где я музыку всю интересную, если слышу, вдруг записываю. Потом вот такое пик плюс пик, интересное приложение для того, чтобы делать разные коллажи. Ну вот здесь это очень удобно, потому что здесь, что у нас здесь есть? Вот, например. Здесь можно регулировать рамочку сразу, да? Меньше, больше, потому что иногда бывают такие жирные рамки. Вот, потом закругленно сделать рамок. И сразу же цвет выбирать. Разно-разнообразно. О, убрала рамку. Вот, ну и дальше потом уже галерея пошла. Дальше. Интересный пик плюс пик я пользуюсь им. Дальше. Одно из фоторедакторов Авиари. Здесь тем оно интересно, что оно может замазать там плечи, которые у вас есть. Также у них там много эффектов разных. Вот так классических, обрезка и так далее. Ну, в общем, мне еще нравится вот это приложение. Видите? Здесь вообще можно и накраситься, и, в общем, сделать там себя и выше, и толще. И, в общем, разное все. Да, можно грудь себе больше сделать. Ноги длиннее. Глаза шире. То есть вообще как угодно. Вот в этом вот со звездочкой. Называется оно Photo Wonder. Кто не пользовался, посмотрите. Дальше. Movie 360. Очень интересное приложение. Тем, что оно снимает видео сразу с разными эффектами. То есть, например, нарисованное все. Видите? Моя рука нарисованная. Стала. Или яркая. Ну, вы выбираете эффект какой-то. Нажимаете Play. Там можно выставить качество видео и так далее. В общем, очень прикольная штучка. Переводчик. ВКонтакт. Тут у меня два контакта. Две разные странички. Донлодер и скачать. Это все для того, чтобы скачивать с интернета. Я вот этим пользуюсь чаще. ВК скачать. В скачать. Дальше. Витаграм. Это, по-моему, для того, чтобы обрезать. Очень редко туда захожу. Сейчас уже сделали, что можно разные делать фотографии в Инстаграме. Флипграм. Тоже не помню, что это. Снапси тоже не помню. Если кто-то знает, можете напомнить мне в комментариях. Сбербанк. Это вообще суперудобная штука. Положить деньги на телефон. Быстро кому-то перевести. Кто не пользуется Сбербанком онлайн, советую. Далее. Это не знаю. Бюджет. Отличная штука. Именно такой есть еще бюджет 2. Отличная штука тем, что вы можете записывать вообще каждый свой расход. И потом в конце месяца просто смотреть на штуку, куда вы потратили. То есть прям вообще отличная, отличная штука. Рекомендую. Когда начинаешь следить за своим бюджетом, начинаешь как-то и с деньгами обращаться совершенно по-другому. Линейка. Иногда мне приходится, когда я редактирую видео, делать, измерять, чтобы одинаковые картинки везде были. Не всегда линейка под рукой. Я вот включаю. Facebook. Также. Sing. Очень интересная штука. Здесь мне нравится петь. И здесь, вы знаете, когда вы поете песни, вы сразу слушаете себя, как будто в микрофон поете. Ну, там можно как бесплатно петь, зарабатывать, нужно смотреть всякие видео, так и платно. Но здесь английские песни везде. Вот на андроиде я скачала его же, по-моему, да, его же. Там можно и русские песни петь, но единственное, ты не слышишь себя, как в наушниках. Ты поешь как бы обычно, а потом, когда начинаешь обрабатывать, тогда слышишь себя, как в наушниках. А, это приложение, оно ищет, это ведь я снимаю сейчас, значит, уже тайфон. Оно ищет лицо. Ай, сейчас моего лица не видно. Ищет лицо и делает разные, вон, глаза большие или мужика делает. Ну, прикольная штука тоже, поражает. Как оно называется у нас? MSQRD. Вот, кто не пользовался, попробуйте, попрекалуйся. Дальше идем. Фонарик, очень полезный, когда мы где-нибудь в темноте, его быстро включила, он светит очень ярко. Так, это я особо не пользуюсь. Ютуб, конечно же, Ютуб, как для блогера. Так, штрафы давно не заходила. Дальше. Пианино, это если мне надо взять какую-нибудь ноту там, или чуть-чуть распеться на петься. Это игрушка прикольная, шарики лопаю. Значит, про беременность у меня два, так как я планирую беременность, поэтому я там слежу за тем, когда, что, в какие дни, в общем, все высчитываю и слежу. Вообще, это очень удобное приложение для того, чтобы следить за своим циклом. В общем, женская вещь такая. Вот, всякие имена. Ой, это я уже на будущее скачала себе приложение. Имена женские, мужские. Дальше. Юла. О, прикольное приложение. Оно находится, что, знаете, это типа Авито, только то, что продается совсем рядом. Вот, если я открою, там будет у меня в километре от вас продают там такую юбку или там, ну, что угодно. То есть, там все, даже до недвижимости есть то же самое. Дальше. Коровка, ферма семейная. О, кто еще не зарегистрировал, зарегистрируйтесь и давайте дружить с семьей. Это прикольная штука. Я там лазаю и строю огороды всякие. В общем, как в деревне. Хендекс. Прикольная штука. Кто не пользовался, это, например, у меня не всегда компьютер может соединиться с телефоном. Постоянно какие-то проблемы там. И тогда я просто могу открыть эту штуку. Вот, выбрать, синхронизироваться с компьютером. Вот, на компьютере открыть по вот этой вот ссылочке что-то. И, ну, в общем, сканировать. И сразу на моем компьютере появится все, что на моем телефоне. Я нажимаю скачать и скачиваю. Нужен только Wi-Fi. Карт паркинг. А, это когда все ваши карточки в одном месте. Я его скачала, но я еще туда не загрузила. В общем, можно не носить с собой карты. Там все время мы их забываем. А все вот в одну карт паркинг. Закидываешь. Как еще этим пользуются, я не знаю. Тоже там как-то сканируешься. ВК-плеер. Тоже им особенно не пользовалась еще. Такси. Это в основном в Москве я пользовалась. Здесь в Ростове еще не пользовалась. Здесь так быстро можно такси заказать. Почта России, конечно, отслеживать. Какие-нибудь ваши покупки. Пинакл Студио. Я его скачала. Но на телефоне совершенно невозможно работать. Неудобно. Поэтому все на компьютере. Вот это вот трак... Трак-чекер. Трак-чекер тоже такая же, как Почта России. Только там больше всяких вариантов. Ну, я тоже им иногда пользуюсь. Иногда нет. Так, бесплатно. Что это такое? Это, короче, цвета какие-то. Это тоже... Оп. Время, экран. Ну, в общем, световые эффекты. Всякие. Не помню, зачем оно мне нужно было. Вэфит. Тоже не помню, что это. Это тоже, по-моему, приложение ВК. Вот. Мой Билайн. Это настройки Билайна там. Изи Тэн. Что за программа? А, это, по-моему, английский. Сучите английский. Это какая-то связь. Типа... Типа-типа-типа... Скайпа. Типа Скайпа. Такая надежная. И... Фикс. Фикс. Видео Фикс. Это тип того, что я вам показывала. Вот. С видео, да, снимать в разных интересных режимах. Так и видео Фикс. Там вообще еще больше. Там и эффектов. И вообще чего там только нет. Как можно снимать видео? С сердечками, с шариками. Типа там вы медленная. Типа вы быстрая. В общем, там все есть. Знаете, можно такой фильм же снять с такими эффектами. Дальше. Авито, само собой. Дальше это секретка на мою машину. Сигнализация. Афиши, чтобы смотреть, что там. Леди Тайм. Отличное приложение тоже для цикла. Самое лучшее. Дальше, дальше, дальше. Ну, здесь эта фигня я убрала специально. Калькулятор. Дроп-н-ролл тоже делать что-то в видео какие-то. Этим я не пользуюсь. Этим не пользуюсь. Это что такое? А это с Инстаграмом что-то связано. Тоже не пользуюсь. У меня половина приложений тут, которые я не пользуюсь. Дальше. СПВ. Это ТВ. Иногда, смотрю, когда есть интернет, хочется что-то посмотреть. ВК-плеер я скачивала. Туда и музыка ВК. Скачивала музыку с ВК. Слушала Клиппер. Тоже, по-моему, монтаж видео. Это не помню. Не помню. Видео FX. Это тоже всякие видеоэффекты. Я снимала и проверяла, какой лучше. Нужно уже половину удалить из них. Итак, вот мои приложения Wi-Fi. Ничего особенного. Я больше люблю работать на компьютере. Вот такие вот дела. Если что-то было вам интересно, полезно, находите, скачивайте, пробуйте или пишите в комментариях. Я расскажу, если будут вопросы. С вами была Селена Сэй. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok